6 января, когда жители города Рени готовились к празднику, коллектив жилищно-коммунальной службы вышел на работу. Люди трудились все выходные дни, даже на Рождество, и привели весь город в порядок. Утром 9 января техника ЖКС была направлена на городскую свалку и расчистила подъездные дороги, поскольку с этого дня коммунальная служба уже начала собирать бытовой мусор по улицам города в штатном режиме. Также на всякий случай была оперативно расчищена дорога на городское кладбище, как говорится, с эляви. 6 числа у нас в городе Рени прошли обильные осадки по всей Украине, но то, что касается города, мы были готовы к этим, предвидели, и технику в основном у нас было подготовлено, топливо заготовлено, люди были готовы к этому, оперативно мы сработали, потому что не давали заляживаться снег, патрулирование происходило, все участки у нас были распределены, 5 единиц у нас работало по секторам, все маршруты трактористы знали, и поэтому вопросов к ним даже нету. Спасибо большое, что коллектив такой без слов, без всяких напоминаний, занимались своими прямыми обязанностями. Утром 9 января совместно с Андреем Медведиком мы проехали по окраинам нашего города, чтобы увидеть, как сработала городская коммунальная служба. В железнодорожном микрорайоне проблем на дорогах не было. Даже на легковом автомобиле можно было свободно проехать по улицам Морской, Южной, Парижской коммуны и многим другим. Аналогичное положение дел было и на так называемой Моголе. По Новой, Лиманской, Нахимово, Суворово, Первомайской и всем другим улицам несколько раз прошли трактора жилищно-коммунальной службы. Жителям окраин осталось своими лопатами проложить тропинки к собственным калиткам. Вот распланированная территория наша. Получается один участок. Это одна единица была. Второй участок, вторая единица. Это Могола наша. И третий участок, это было три единицы. Вот центральная часть нашего города. Работала одна единица на прямых и одна единица на поперечке. То есть пять единиц были задействованы на город. Вот согласно этой карте. Они все знали свои маршруты, все прогулки, закоулки. Они знали, где чистить зачистка происходила у нас. Все под контролем. Все звонки, которые поступали на дежурную линию, на дежурных. Все нас передавалось, какие участки необходимо было почистить. Мы это зачищали. И на данный момент у нас происходит расчистка, расширение улиц. И я думаю, что к следующему Снегапану мы тоже будем готовы и без вопроса справиться с этой работой. Разумеется, после снежной метели приведен в порядок и центр нашего города. Свободно можно подъехать к Ренийской районной больнице, школам и детским садам. Помимо техники, все выходные дни на улице города работали и дворники, которым пришлось нелегко. Вопрос в том, что не только работал у нас техник, у нас также работали и грузчики, дворники, парашечистки тротуаров. На данный момент это у нас продолжается. Конечно, в ходе борьбы со снежными заносами не обошлось без некоторых потерь. Бывали случаи, когда техника не выдерживала большой нагрузки. В настоящее время коллектив жилищно-коммунальной службы оперативно устраняет поломки. Как говорят, на среду будут осадки, мы готовимся к этому. И как мы работаем, мы, я думаю, тоже справимся с этими осадками. Я не думаю, что у нас в городе будут проблемы с проезжаемостью. Мы это видим, мы посмотрели, люди довольны, оценку поставят все равно нам люди. И поэтому, слава Богу, что говорят спасибо. И это самое главное для нас, это оценка нашей работы. АПЛОДИСМЕНТЫ